Всем привет, друзья! Едем мы на Афроуд, долгожданный на этом болиде, который вы все так долго ждали. 12,7. Как-то мало. 12,9. Там еще компрессор просаживает. Холостые, четкие, клапан работает. Без компрессора 13,8 на холостых. Да, такое удивление, какое вызывает эта машина. Видите, никто сзади стоят, рядом. Хотя есть место у пешеходов, у пилотов. Ни одна машина не вызывает. Вот тут у нас кардан на Мегауазе отпал. Ну, на этой легче валить, конечно. Там ждут меня. Тут еще субботние пробки неожиданно. Просто люди едут, вроде спят. На Красноткацкой. Так, вот эти знаменитые места. Мы на месте почти. Сейчас наверх запрыгнем. Все, мы залетаем. Леня говорит, что четыре машины есть. Павло есть или нет? У вас вижу новый. На БТРовских, у Немоговских. Леню вижу. А, Паджеро беленький был зимой он. И Сузу, наверное. Вот Леня. Вот все. Привет! Да, немного нас сегодня. Так, мы стартуем. Леня, веди. Ребята же не знают, куда ехать. Так ты давай езь первый. Ну, давай. Так что я первый? Мне же надо тебя снимать. Давай прямо налево и налево туда на заезд. Так, едем за Леней. Вот этот прекрасный УАЗ. Паджеро подрезает. По весу мы с ним где-то сопоставимы, наверное. Ну, не с Паджеро, а с Леней. Вот у него колеса. И надежность выше, наверное. Хотя тоже ломается довольно часто. Надо залу пазл 2 мы построим, который ломаться не будет. Он будет очень крепкий и надежный. И простой конструкции. В общем, будет хороший, хороший, хороший. Уже почти подписал контракт с этим человеком. Предварительные переговоры провел. Так, УАЗ на БТРовских сзади. Хватает мотора. Конечно, для тяжелого бездорожья нужно просто больше понижения. Хотя сейчас колеса поставим поменьше. Я думаю, будет отлично. Вот тут тестовая горка есть. А Леня уже там. А мы с Леней. Видите, хватает тяги. Хотя подъем очень и очень крутой. И колеса в воздухе у меня были только что. Правая передняя. Так, а тут что за беспредел? Включу полный привод. На всякий случай. Тормоза у нас, конечно. Сказать, что слабые, ничего не сказать. Гидроусилителя тоже нет. Соответственно, управление непростое. Колеса все-таки большие. Для этой трансмиссии, этого рулевого. Клиренс больше, чем у тебя? Да. Ну да. Ну шины у тебя, видишь, более злые. Я не успел купить. Но уже на следующей неделе. Все, спустили колесики. То так я тут переднее левое просто накачал. Не знаю, сколько там было. Наверное, тройка, если не больше. О, ну так комфортнее на спущенных. Конечно, намного просто. То скакал как олень. Сейчас любимое болотце Лени будет. Посмотрим, что он там покажет. Да, летом обычно немного машин на оффроуде. Люди по дачам. Хотя оффроуд более комфортно летом. Ну, сейчас еще. Другие вопросы, короче. Летом раньше, даже много лет назад. Помню, 5-6 машин приезжало. 4. Как-то в Демидове мы там рубились. Я одел колеса 40-ые на Мега УАЗ. И на мостах. Обычных, которые мы будем ставить на Золу Пазл 2. Конечно, там долго не выдерживали мостик. Включил кондиционер. Очень удобная, кстати, штука. Аккумулятор 13,9. Зарядился. Все, они догнали, поехали вперед. Оказывается, у них и фигурация была выключена. Да, трогается даже на бездоре со второй. Наконец-то долгожданное лето. Люди загорают. Собака пробежала. Вроде не ела лет 200. Но такая по пародии она. А, за мной бежит? Ёлки-палки. Знает, что у меня с АТБ пакет с едой. Да, купальный сезон уже. Интересно, моржи купаются или обычные люди. Так, вот это знаменитое место. Ленина любимая. Блин, как у нас красиво. Посмотрите, какая сказка просто. Вон, мост видно. Все тут видно. Давайте, будьте зрителем нашим сегодня, немногочисленным. Вы тоже в АТБ были сегодня? Леня, а куда ты поедешь? Смотри, тут льдин нету тех, что в прошлый раз. Я поеду вот так, по лайту, вот мимо этого. Я туда не поеду. Туда на БТРовских запустил? Так, Леня по лайту. Ну, тут и лайт может быть жесткий. Ну, вправо режь. Включает блокировки. Почку. Да не, ну это что-то несерьезно, Леня. Леня. Мы так не договаривались. Ну, так сегодня не перевернешься, льда же нет сегодня. А вот рядом вот тут проедешь? Не, давай плавно будем смещаться. Давай, это место, где ты переворачивался. Ты должен его покорить сегодня. Что там, нормально? Там нормально, для Лени это не препятствие. Леня, тут Volkswagen транспортер проезжает просто обычно. Правда, чуть левее. О, блин, Леня, слышишь? Чуть не проехал. Я боюсь говорить. Ты сегодня мог перевернуться, Леня. Попробуй влево руль. Назад и потом влево, чтобы выровняться. О, все. Наверное. Блин, Леня. А так начинал хорошо. Да, да, пробуй. Ну, влево иди, влево. Влево-вперед пойди. Стоп, все, хорош. Едь в сторону Троещины, елки. Слышишь, если влево повернешь, на Троещине выйдешь сразу. Чуть не проехал. А рядом видели, как просто. Леня, давай быстрее. Роки, елки-палки. Даже Роки бросился Леню спасать. Леня, надо было подготовить тебя сразу. Да ты же намотал тут, блин, на две недели вперед. Елки, мокро как-то тут. Люди купаются уже, лето. Ну, блин, замотал он как-то тут жестко. Стой, 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 тянь. Плохо? Елки-палки. Ого. Ёлки-палки. Леня, вправо руль, вправо. На, недостаток бензиновой машине. В болоте есть небольшой. Все, Леня, спасен. Что, ты намок? Ну, конечно, вон. Елки-палки. Даже сюда попало. Ой, блин, носок. Стоны открываешь? Да. Вот это вот мне нравится решение конструкторское. Интересно, что там есть, что-то? А, на болтах закрыто, да? Не взломаешь, короче. Леня говорит, Валера сейчас приедет. Ну, Валера, да, Валера нам не помешает, да? В хозяйстве. Только левее бери, там левее. Сейчас посмотрим, если Паджеро проедет, значит, все проедут. Да не, ну это серьезный внедорожник. В ту сторону точно проедешь, Леня. Видел, Рокки, тебя спасать полез, блин. Да, ты видишь, как устроя пройдет? Сюда опять воды набралось. Откуда я ее набрал? Вперед, поехали, а то я не кладу. Оттуда где-то улыбалась. А, поступила? Блин, какая она красивая, зелененькая такая. А тут просто рядом. Вообще налегке. Да, левее от запаски и все. Мне вот здесь надо ехать. Точно, Леня? Сейчас приедет на Ниве, чувак, он покажет, где надо ехать. А здесь как-то вообще ни о чем. Блин, раньше было труднее. Зимой? Давайте залупай, зику тоже. Я ему тоже предлагаю ехать левой стороной по той. Вот такой, конечно, маршрут, блядь, опасный. Надо было мне сразу вот ехать, не будет. Разогнаться с трамплином, перепрыгнуть. Нет, я буду. Чем правее, тем глубже получается. Нет, здесь вот тут еще есть дно, а там дна нет. Понятно, да. Такое, что в улице не проезжали. Подожди, я пешком переходить не буду, я сяду в тачку. На БТРовских. Чуть-чуть хотя бы вправо давай. Чуть-чуть вправо. По лайту совсем. Не засчитывается. Макса нет на них. У вас на БТРовских 2 правильная версия перед нами. Тут отдыхающих просто. Зимой как-то меньше людей здесь. Тут день квадроциклиста проводили бы. Там такое болото зачетное. Ну, что хочу сказать. Мотор работает просто идеально. Суровый красавчик. Еще, конечно, карбюраторщику заехать. Чтобы правильно настроили смесь. Электронное зажигание. Клапан на карбюраторе работает. Ну, в общем, по мотору вопросов нет. Действительно, субаровскую трансмиссию бросить. И я думаю, что тогда будет законченный проект. Да, тут, наверное, вода высокая сегодня. Но мы сейчас подъедем к болотцу. Посмотрим, что там происходит. Тут, кстати, был первый выезд. Залупазла, когда у него после капиталки хватило двигателя на 5 километров. Именно в этих местах были. Первый раз его посвятили здесь в болото. В это бросили. Елки, я думал, не доехал. А тут... Ого! Охренеть! Ничего нельзя узнать. Вот это жестко. Слышишь, тут места изменились до неузнаваемости, да? Да, что-то... Что-то надо чаще подъезжать. Или это мы тут изменили ландшафт? Глубину? Может, кто-то посадил какие-то деревья? Глубину? Да нет. Глубину изменили, ты понимаешь? Да. Ну, по-моему, здесь стало меньше. Мельче. Да где мельче, ты че? Посмотри. Ну, езь, сейчас увидишь мельче. Я не могу, я только не пройду и не поеду. Ну, иди тогда. Давай хотя бы пешком, хрен с ним. Пешком тоже у тебя нормально получается. Слышь, Леня, тут у тебя то ли срали, то ли стреляли. Непонятно, на крыше что-то. Ладно, иди, все. Я так не дойду, вот это и все. Так не, ну, езь хотя бы до этого места тогда. До вот этого? Ну, да. До этого я доеду. Так а там до того берега уже рукой подать. Слышь, тут что-то меняется ландшафт. Тут песочка на мыло. На мыло, глянь, как красота какая. Что, остаемся тут, хорошее место, да? Да, тут, конечно, как шинар, да? Да вообще. Это была яма такая, офигеть, какая здоровая. Что это так? Ты же знаешь, помнишь, тут Залупазл первый раз посветили в болоток, когда у него хватило после капиталки на 5 км пробег у него был? Ну, сделали капиталку, мотор 5 км прошел. Вот от Скаймола, ну, от Олега Базы на том берегу до Скаймола и от Скаймола сюда, все. Нет, здесь уже на буксире он ехал. И снова капитал. До пляжа хватило, ну да. Леня, давай кроссовки я подержу. Блин, у меня какие-то, почему-то мокрые сапоги уже. А чего? Я не знаю. Странно даже. Как ты их затопил, наверное, в этой луше. Страшно было. А с чем ты одеваешь? Ну, там похожу, посмотрю. А, ты опять разведчик? Пока никого нет. Да Валера будет к обеду только завтра. Да нет, он быстрый, он сейчас прилетит, он же на ней. Ну да, на Ниве. Она у него не завелась почему-то.